Семь дней, семь новых книг тверских авторов. В библиотеке имени Горького стартовала неделя Тверской книги, которая в этом году исполнилась 25 лет. С понедельника по воскресенье тверичан ждут презентации произведений местных литераторов. Помимо этого в программе много просветительских мероприятий. В этом году на неделе Тверской книги представят много произведений тверских авторов. Начиная с романа Галины Лумпановой «Два контр-адмирала» и заканчивая журнал «Тверская старина», посвященный 220-летию со дня рождения Пушкина. Известный тверской критик, литературовед и преподаватель Александр Бойников скептически отнесся к изданиям в формате брошюр. В основном, конечно, большая часть книг меня не вдохновляет. Какое-то все средненькое, непонятно о чем, с нарушением биографических стандартов. Ну, сам издат какой-то, самодеятельность. Но исследователь подчеркнул, что каждому тверичанину стоит ознакомиться с книгой прозы и стихов военкора Александра Харченко «Я стал частью этой войны». Обладает он уникальным, жестоким опытом. Испытал многое на себе. Умный человек. И, в общем, талантливый. Я думаю, что вот то, что он живет в Твери, такого автора у нас только один. Других у нас подобных нет. Всего в семидневной программе порядка 24 мероприятий, в том числе семинары для студентов и начинающих литераторов. Встречи с местными авторами, чтение стихов и прозы и многое другое. На этот раз много краеведческих проектов. Один из них – иллюстрированная книга для детей «Я гуляю по Твери». Информацию об истории города, показанную через архитектуру, скомпоновал краевед Павел Иванов. За иллюстрации отвечает художник Александр Кукушкин. Популярные сведения о городе Твери, о ее истории, о самых знаменитых, может быть, ансамблях архитектурных, о ее центре. Предполагается, наверное, в будущем, что эта книга будет не единственной. И о купечестве, например, или о мороженских фабриках, или о какой-то военной истории будет рассказано отдельно. Начинание рассчитано на тех, кто не был в Твери и хочет узнать судьбу основных видовых мест города. В том числе оно предназначено для туристов. «Краткие сведения о средневековом городе. Краткие сведения о том, как город стал современным. То есть появился город 18 века. Кратко, опять же, о самых знаменитых ансамблях. Вот центральные площади, главная улица города». Посетители недели смогут выбрать лучшую книгу 2018 года. Итоги голосования подведут на закрытие праздника в следующий понедельник.